Здесь был комплексный ремонт? Да, здесь полностью делали сети, где доступ был, где-то всё меняли, всё приводили в порядок. Я думаю, что вот этот дом можно показывать как пример работы подрядчика, фонда и подрядчика. Образцовый дом на улице Разина теперь можно наносить даже на туристическую карту города, считает комиссия. Горчичный свет фасада, тени от белоснежной лепнины и балконы. Работу подрядчик провел большую. В здании 1953 года постройки помимо замены внутридомовых коммуникаций пришлось укреплять фундамент, делать специальные укрепляющие обоймы и заливать бетоном. Последний штрих – укрепить и обновить балкон, который был серьёзно разрушен вплоть до сквозных трещин. Затем мы провели инъекционные работы, как видно, там пакеры, вот, торчат трубки, в которых раствор закачивается. Мы закачали его и затем сейчас будем заштукатуривать, закрашивать. Особенно тщательный контроль за домами, работы по которым перенесены с прошлого года. Фасады и тепловые узлы нерадивые подрядчики не успели завершить до морозов. Сейчас ремонт в этих домах в финальной стадии. Но есть и огрехи, которые приходится исправлять. Так, на Гелеровского 16 в дожди начало затапливать пятый этаж из-за негерметичного соединения на кровле. Сейчас неполадку устранили. А вот завершить ремонт на Тополевом переулке 20 мешают сами жители. Впереди вот июль и август, еще не вода не доделана, и вот работы, и, не знаю, подрядчик или кто тянет. Или, не знаю, в чем-то такая загвоздка. Это произошло из-за того, что жители сейчас, в данный момент, житель квартиры одной не пускают, нас, ну, просят перенести вод водопровода из его квартиры. Либо водоканал тогда перекладывает сеть и заводит ее, делает новый вод, либо все-таки мы попадаем в эту квартиру и устанавливаем, ну, заменяем там, устанавливаем прибор учета и меняем водные задвижки. К началу июля планируют убрать леса и по адресу Зосимовская, 69. Осталось оштукатурить, покрасить и отремонтировать балконы. Если погода не подведет, уложится в срок. Напомним, всего сейчас ремонт идет по 13 адресам. Семь из них перенесены с прошлого года, шесть из нового списка. И к новым подрядчикам городских властей и областного фонда капремонтов никаких вопросов. В целом можно оценить, что работы выполнены на достаточно высоком уровне, качественно. Я считаю, если мы будем реализовать этими подрядчиками программу капитального ремонта в 2017 году, то все будет сдано вовремя и в срок. Сейчас конкурсные процедуры проходят и по другим домам, ремонт которых запланирован в этом году. Четыре многоэтажки отремонтируют комплексно, в 17 заменят приборы учета. Еще в двух обновят лифты. С новыми подрядчиками договоры заключат до середины июля. И после этого начнутся ремонтные работы.